вот она панелька но давайте начнем с того времени когда было лето было тепло начнем с нуля так вот вырезал я такой шаблончик и здесь пока чтобы ничего не снимать примерочку пример очкам наружных размеров получается решил увеличить еще на 5 миллиметров с каждой стороны тут не особо это заметно а потом этот радиус подгадать у меня инструмент почему-то не нашлось даже циркуля со школы не сохранилась поэтому с помощью таких прикину зная что у них диаметр 125 но вот таким путем совместив эту ось всем где надо мне начинать радиус прокрутив его соответственно вот эту буду ось знать а потом пойдет как-то сюда вот так отрез ну и вот итоговый дизайн конечно датчики будут на других местах но форма вот такая дождь как всегда финская погода прогнал из замеров лодки вот перебрался я сюда следующая идея по дизайну здесь что будет вот такая вот канавка по периметру здесь логотип ну а дальше пойдут вот здесь вот датчики и так вот надо подобрать по поводу ширины канавки и глубины зависит того какие я буду шурупчики использовать ну и как всегда полно всего вообще только не того что нужно вот здесь вот выбрал более менее подходящие но что получается то есть определился что диаметр три с половиной миллиметра должен быть потому что если мы берем больше там четыре здесь по мужей восемь то уже голова восьмерка восьмерка для канавки ну это очень много если мы идем три с половиной миллиметра в диаметром то головка 7 миллиметров тоже многовато но куда деться а головка то нужно красивая ну давай ты покажись это уже головка головка покажись так это какой-то другой опера в общем вот торкс например да они philips вот и да это не просто так шурупы это же стейнл и стилла морская какая там 316 по моему забыл или 412 вот особый с этим и столкнулся ржавые шурупы на лодке это вообще не красиво абсолютно вот кстати утопленная головка или сплытая не знаю еще тоже здесь тоже торт да не philips это короче 7 миллиметров канавка получается ну либо делать 57 все-таки многовато и будет за пределы канавки заходить ну и вот я тут все это примерял вот таким вот образом получится все плотненько и беленькой это типа канавку нарисовал примерил шурупы так примерно накидал здесь получится плотненько потому что тут будет стоять все-таки лоренс и встраивать его здесь нет смысла то есть он будет буду продолжать пользоваться стендом потому что если встраивать то здесь получается все некрасиво и плохо поэтому эти здесь скучка на будут наверное топливный вольт вольтметр и и тахометр спидометр такие планы производитель напрочь отказался использовать мой нарисованный от руки чертеж хотя там все было четко разъяснено наверно боялись сделать какие-то ошибки говорят мол шли нам эту картонку в качестве шаблона не ну ребят это несерьезно и поэтому моя панель превратилась в печатную плату это единственный кат который у меня был под рукой которыми я умею пользоваться и я собственно сделал вот такую вот классную печатную плату можете себе представить ну и экспортанул я это в степ открыли типа им все подходит но представьте такую длины длину ворочать в каде такая вот печатная платочка вот это красотища этот кусок это king starboard такого не купишь даже здесь у нас финляндии да и вообще в европе достать сложно американская разработка но в данном случае это из австралии у меня есть видео про пластики про два видео там про этот king starboard про мебель из него вот еще тут ящичек еще где-то в другом месте есть про какие есть варианты альтернативные но конкретному это конкретно этому вариантов никаких нету посмотрите это трехслойный черный белый черный из этого можно делать очень выпендрежные вещи в частности видите какая фаска по периметру это реально смотрится очень круто особенно если у вас не белый фон лодки сравните с этим но здесь на сереньком так просматривается дальше я хотел сделать гравировку такую маленькую аккуратненькую здесь заказать а потом мне под конец производства эти австралийцы вдруг ауси говорят что а мы можем только вот такой размер силу там то ли технологических процессов то ли оборудование я так и не понял чего но зачем не versace на всю спину как у китайских туристов на футболке мне такое не надо я думаю окей ладно я на месте поищу и сделаем аккуратненькую гравировочку на месте ладно по поводу гравировочки на месте потом давайте сейчас посмотрим процесс заготовки место под нее о ребят смотрите все до колосняк это я пока просто набросал расположу еще не так здесь стекло еще переделаю тоже видос об этом покажу кстати как ремонтировать это я набросал потому что смотрите есть определенная толщина панели чтобы установить эти датчики но вот у этого единственного как раз таки можно очень толстую а у этих то нет то есть ее нужно вкручивать именно в эту панель их нужно вкручивать закреплять поэтому здесь то что я наметил нужно резать больше шире на вот ну я буду это делать на глазок как в том анекдоте вкручивать но вы видели да никак не подлезть лобзиком вообще неудобное место вот когда значит важно иметь правильный инструмент то есть лобзик для малого пространства нужен здесь вот здесь все равно у меня получится потеряется перегородка хотела для жесткости оставить ну видите это же старый стал задыхаясь прыгая из лодки в лодку это все равно вот до сюда больше нужно срезать короче пригородку теряю но тем не менее вот такой мах махины тут рез не хотелось здесь хочется как бы поаккуратней поэтому вот притащил еще всякие подберу значит диаметр поменьше отрежу покажу уже итоговый результат но идею вы поняли да то есть тут как бы кромсание и да как бы смысл что если я что-то еще захочу переделать по-любому речь уже идет про закрытие целиком этого места панелью какой-то на поэтому тут не важно как будет выглядеть но тем не менее вот целиком прям мне вырезать не хочется крайне мере пока зачем почему не знаю ну то есть если в будущем да вы например захотите здесь установить еще какой-то датчик у меня здесь место вы видели пустое я думал что я лоран здесь поставлю а потом я решил его подвесить вот здесь на рам холдерах об этом тоже будет видос или есть тогда в описании вот и если вы будете здесь какой-то захотите датчик поставить и будете сверлить то вы будете сверлить через панели через это и получить соответственно еще и толщину и может быть у вас ничего не встанет здесь на этом месте и тогда вам нужно будет либо снимать панель и сверлить сперва здесь больше дырку либо с той стороны сверлить больше дырку что совсем неудобно поэтому вот принимайте в расчет что вы там планируете здесь в будущем делать но вот я почему-то до сих пор вот не хочу full cut полностью тут вырезать почему до сих пор не знаю но давайте примерим а смотрите как не знаю здесь не видно нет выедает по как опта а его футболокно короче файберглаз как это по-русски выедает лобзик а ну вообще-то вы поняли да все эти разговорчики были в общем то дам не зря пророческие не выдержал душа поэта и вырезал а какие аргументы за ну во-первых не нарушает это никакую жесткость здесь вот а во вторых подумал я тут всего настраиваю настраиваю а это облегчит конструкцию лодки потом значит я могу вот там вот сейчас работать там над установкой значит гидравлики место механики с доступом таким хорошим прежде чем я панельку прикреплю и и и и но все таки я подумал да вдруг что-то тут поставить просто вот свитчик 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 тумблерочек какой-то и будет уже мешать вырезал как смог как лобзик дал до сильно не старался весь стекле джиулли до конца ролика не знаю ну так а ну примеряйте примерять но и видите сейчас у меня есть большой маневр туда-сюда подрегулировать это размещение вот здесь вот я сейчас так страны покажу что получилось так ребят на смотрите да то есть тут и не допилил но инструмента удобного нету как-то там еще заранее распиливать вот этой не хочется здесь плюс вопрос еще наверное все таки герметизации тут оказалось не плоская там отходит у этого king starboard ничего особенно к нему не клеится вообще ничего поэтому с герметизации может быть проблема поэтому ну не хочется сверлить еще больше и вот это вот свободное пространство которое как я уже сказал думалось что здесь будет кронштейн для лоренса в реальности вот он кстати там лежит да вот вот он уже лежит с этими рамовскими кронштейнами так что я его расположу вот здесь вот в реальности я думаю что ну так прикинул прикинул что я сюда на такую красавицу поставлю в будущем но скорее всего если какой-то еще мне там 9 дюймовый или какой-то экран вот здесь вот появится то наверное я опять же рамовский кронштейн просто сюда поставлю чтобы ничего под конкретный юнит не вырезать потому что переделать эту штуку ну что опять из австралии заказывать за большие деньги нет поэтому наверное просто какой-нибудь если что будет здесь кронштейник стоять и все может быть маленькие еще датчики сюда там вкручу и тогда в принципе ну должно вот этого выреза мне в принципе хватить вот поэтому вот все останавливаясь на этом остальное это вот сверловка надеюсь кто-то гравировочку сделать ребята вот это местечко где я надеюсь сделали гравировочку мне посмотрим да проходил я полгода никакой гравировки смотрите это попытки до полгода я там много раз к нему заходил он все не мог решиться он продумывал он изготовил специальный резчик он советовался с другими профессионалами людьми и потом я ему приношу вот эту штуку типа крышку от одного из ящиков говорю давай пробуй задней стороны он тоже там сомневался потом он стал пробовать на скорости на большой на медленной ничего никаких вариантов у них для гравировки он мне потом показал специальные пластики продают они прямо изготовлен там написано они для гравировки я так и не узнал эту модификацию тоже есть такая тема что там есть слой но он совсем тонюсенький и с ним ничего не происходит а здесь либо не прорезает либо расплавляет пластик в моем видео про пластики вы можете увидеть и да там я предлагал давай на морозе там было минус 30 как раз в общем без вариантов очень сложной в обработке возможно поэтому те хотели как-то большую гравировку сделать вообще не знаю как они вот так вот классно делают как они работают с этим пластиком я не виню этих местных а вот того я виню потому что мы договорились на маленькую в итоге я не получил ни маленькой небольшой в общем теперь у меня вот такой кусок пластмассы и здесь пустого места ну красивый конечно кусок пластмассы но без гравировки и мне жалко теперь это пустое место самому тут портить лобзиком а вот про под шурупы сейчас придется все равно самому делать дырки да это конечно вот совсем ровно то у меня не получится как обидно то или то это дело красот тут атакую нарушать вот такие фигурники черно-белые червячочки кудряшечки в общем зенкерование произвел двумя сверлами от руки восьмеркой и каким-то еще большим ну так что натыкиваем приборчики и ставим давайте про каждый из них немного про тахометр потому что вот восстановил линзу есть видео ссылку поставлю все это просто старый тахометр ему что-то типа 15 лет значит про датчик топлива тоже есть видео был выбран этот вместо кус тоже поставил значит спидометр вот с прокладкой ай все прокладки снаружи новой последней модификации тоже каких-то много разных видео про него нет и про то что есть про то что он достаточно бесполезные приборы есть тоже видео и почему я ставлю там тоже рассказано приходится ставить дырку уже есть поставил да сейчас докручу все остается последняя дырочка здесь я решил что я буду вольтметр родной смарт крафтовский ставить то есть вот это вот систем link она подключится там в эту харнес которая идет от тахометра и об этом есть видео но давайте для красоты я уже поставлю чтобы мы видели итог а да давайте я покажу то есть вот это part number и вот блк это черный я так полагаю black я вот не знаю шла вместе с ним эта рамка или нет забыл у меня есть каким-то образом две возможно она шла с ним но с ним точно идет прокладка до которую сперва надо потом этот так давайте вот установил с каким-то довольно таки приличным усилием эта рамка натягивалась вот так красота а зачем мне здесь вольтметр в смарт крафт если у меня уже их целых два если вы смотрели другие эпизоды 2 те подключены конкретно к батарее а этот к смарт крафту будет то есть это то как смарт крафт думает о вольтаже который внутри него и значит у меня было один раз что вот здесь я увидел ошибку что-то как раз про маленький вольтаж и мне бы было интересно узнать что именно смарт крафте конечно вы можете эту информацию видеть здесь но отдельный прибор интереснее тем более дырки заранее две сделаны тут красиво и симметрично если какой-то понадобится другой прибор более важная информация но могу всегда отказаться от этого и поставить другой а пока вот так и вот я подготовил все провода для подключения панели подключим поставим и знаете видео где я заготавливал вот этот вот адаптер для подключения датчика я сказал что мне не понравилось здесь сделано некрасиво но вот это зато вечно здесь по сути все загерметизировано а красота какая там красота там куча проводов вот это лучше чем смотрите родная коробка до mercury и вот смотрите что здесь на delphi коннекторе произошло и здесь как раз таки ничего не загерметизировать вот я поставил все эти новые приборы дата значит у меня что где вот это вот старая до тахометра это новая от спидометра и это вот от троллинг кнопок и это вот от ремонт контроллера сюда приходит старая так вот мне не загерметизировать здесь это никак эту часть потому что здесь вот замочек то есть как бы решение с дочка некоторыми она лучше и вот сейчас я имею такую проблему здесь и придется пока просто изоленты это прикрыть кто знает инструмент название подскажите для ремонта этого delphi и также вот желательно бы подсказал кто-то что это за провод за что он отвечает что когда что-то сломается я понимал давайте-ка глянем порт набери но не знаю вот это порт набери на или нет позже посмотрим а вот сделал абсолютно некрасиво мне не нравится но временно прикрыта и вы же понимаете да здесь из мойки высокого давления моется прямо по проводам шарахает тоже это не помогает защищать их поэтому я бомблю за дочь коннектора да вот но смотрите что я посмотрел со стороны датчиков то у них вот какое решение есть значит трубка зачем со стороны датчиков где как раз таки все получше вот но судя по всему вот это вот их решение она застегивается на место родной защелки если кто сталкивается и знает подскажите и порт набери ну ну иначе придется самому потом искать и добавлять видос но лучше бы кто-нибудь поскорее бы подсказал можно ли такое же дело прикрутить с этой стороны тогда конечно будет аккуратненько вот в общем надо несколько раз пришлось на все перекладывать кабель-менеджмент и в общем первая проверочка приборов подключил так тахометр спидометр и вольтметр все работает смарткрафтовская а что я меньше 2000 на ездил ой как мало 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 ловлю но этот еще пока не подключен это следующий кстати проект один из может уже есть ссылка есть или подписывайтесь смотреть а вот такая вот она печатная плата ну и вот он итоговый результат красотища приборчики мы уже проверили четверочка шурупа были и под них три в стекловолокне дырка самое то получается смотрите как еще функционально у меня здесь этот ящик это все из того же заказа тот же king starboard смотрите проект еще про этот и про этот ящик подписывайтесь смотреть видео будет а может даже уже есть все равно подписывайтесь смотрите как функционально у меня здесь придумано что сверху в каркасе все открыто и я имею доступ к датчикам я могу их поменять без проблем не снимая эту панель классно придумал да сам себя не похвалишь стоишь как оплеванный но думаю лайк я все равно заслужил а еще лучше комментируйте подписывайтесь да все лучше вместе вот в общем красотища и смотрите проект про этот ящик про этот ни хвоста ни чешуи